В общем, разговор я хотел сегодня посвятить обсуждению таких вопросов о богословии, как Троица и Богоуплощение. В общем, рассмотреть их не с позиции, как... Повеселись, не мог придумать? Не, ну просто с позиции не писаний, а с позиции логической. То есть, понятное дело, что можно это как-то опираясь на писание, какие-то цитаты приводить, но это все один разговор. Есть некая логическая необходимость, почему в христианстве Бог рассматривается троичным образом, и почему вообще необходимо Боговоплощение. Помимо всех писаний, как бы вот, есть необходимость логическая. И она связана с тем вопросом, который в прошлый раз обсуждали, а именно соотношение богословия мышления, богословия сознания. Разница состоит в том, что в богословии сознания все находится в Боге, да, собственно, поскольку Бог... Если мы берем метафору сознания, то все есть Бог, и все находится в Боге. И поэтому Бог мир не творит, и входить ему в мир не надо, поскольку все в Боге всегда. То есть все вот эти вопросы, связанные с творением мира и Боговоплощением, они просто как бы сразу снимаются. То есть самая постановка образа. А если мы исходим из богословия мышления, да, из того богословия, где Бог является Творцом, и где Он как... и где Он сначала существует некоторым предвечным образом абсолютно, как один, а потом в какой-то момент логический, где во времени это непонятно, да, вдруг творит мир, да, как иное себя, то возникают проблемы, и возникает логическая необходимость двигаться дальше. И вот эту логическую необходимость можно рассмотреть и показать, на самом деле, какие проблемы возникают в связи с таким высоким постановок вопроса. И это опять же будет похоже на то, как вот богословие сознания пытается как бы обосновывать свою позицию, в том числе и критика, и богословие мышления. Слушай, богословие мышления, богословие сознания, все производит ощущение, что, знаешь, вот человек, допустим, только сейчас начал смотреть, как это секта тут какая-то. Нет, ну... Может, какое-то получше... Если бы слово... я уже думал, может быть, придумай слово, допустим, теология. То есть как слово теология, оно звучит более нейтрально. Потому что у нас почему-то так принято, что под богословием понимают только исследования Евангелия, исследования Священного Писания и каких-то догматов, близко прилегающих к этому. Ну, а также там Священное Предание и прочее. На самом деле, как бы, теология, она просто относится к вопросу о том, что есть Абсолют, что есть Бог. Этот вопрос, он как бы и у Гигеля есть, и у Канта там возникает, и у Декарта он присутствует. Он у всех есть, на самом деле, у Аристотеля, у Платона. Просто мы привыкли, у наших сознаний оно является уже более светским, нам кажется, что этот вопрос уже не важен. Ну, я же говорил о том, что вроде как... В современной философии такой вопрос, например, в лице Хайдегер, да, вроде как не обсуждать. Хотя, это к этому как-то близко подходит, но такой вопрос не ставит. Ну, а на самом-то деле, этот вопрос важен, и силы не обсуждать, он так и останется в тени. Да, как бы тоже его будет на свет сознания выдвинуть, попытаться его понять. А понять его можно двумя способами, может двигаться логически, да, и рассматривать какие-то конкретные реализации этой логики, допустим. Вот христианство конкретная реализация этой логики, или там мусульманство, там, или еще какие-то другие системы, если они вообще есть. Например, вот существенно отличные от христианства и мусульманства системы, это, допустим, не платонизм. Или аристотельское представление о том, как устроено. А буддистов-буддистов. Или у Гегеля. А у буддистов, я не знаю, у буддистов, во-первых, Бога нет. А во-вторых, я, честно говоря, не интересовался. Я знаю так примерно. На все время-то не хватит. Так вот, и поэтому двигаясь как бы в некой логике богословия сознания, ты приходишь непосредственно, вот, есть некая реализация богословия мышления в виде христианства. Почему на богословии мышления? Потому что там Бог рассматривается как в этом аристотельском таком, или гегелевском смысле, да, как мышление и мышление. Ну, это надо отдельно обосновывать. Но на самом деле это так. На самом деле по самой позиции того, как Бог понимается, как Бог-творец, Он понимается именно как мышление, как ум. Даже в христианстве об этом говорится, что Бог-Отец есть некий ум, да, а Бог-Сын – это слово, а Дух Святой – это просто Дум, которое между веет, как бы, все объединяет. Можно ли противопоставить этому иную конструкцию? Вот, задача состоит в том, что, на самом деле, выработать иную конструкцию. Зачем это нужно? Для того, чтобы в сферу того, что можно было бы назвать в таком фундаментальном смысле философии сознания, что в философии сознания есть также и некое отдельное ответвление, названное теологией сознания, да, или там, богословием сознанием. То есть все вопросы рассмотрены. Вообще говоря, сознание – нечто фундаментальное, и в сознании можно, поскольку все находится в сознании, все осознается, да, и сознание является той основой, той базой или фундаментом для всего, для всего знания, для всех наших верований, для всего. И поэтому, как бы, вот это просто один из частных вопросов, если можно так выразиться, философии и сознания. Также вот это рассмотреть, вопрос, связанный с абсолютами, связанный с этим, с некими предельными, да, сущностями. Вот, то есть есть конечные сущности, которые нам понятны, а есть предельные сущности. Ну, либо такое, либо, в конце концов, может быть, богословие сознания придет к выводу, что такой предельной сущности нету, и на нее указать нельзя. Может быть. Просто мы пока двигаемся, мы не знаем, есть она, нет. Можно ли будет что-нибудь получить иное, чем уже получено. Знаете, в некотором смысле раньше богословие мышления, богословие сознания просто не отличалось. Всякий раз, когда они нас, они же тоже таки делали, они же говорили богослову всегда, что Бог есть во всем. То есть, ну, это же на самом деле тезис, это не богословие мышления, а тезис богословие сознания. То есть, скорее следует говорить о том, что раньше просто сознание и мышление не различались. И у него неоплатоников, опять же, да, они говорят о том, что все есть, как бы, в некотором отношении одно, да, наполнено сплером. Тем не менее, у них отдельное сознание не выделено, ум у них есть, а сознания у них нет. То же странно. То есть, если мы выделяем отдельное сознание и, как бы, понимаем разницу, то попытаться, основываясь на сознании, как бы, основать новый подход к богословию, вот, в этом состоит задача. И на пути этой задачи также возникает, вот, как обычно, это бывает всегда, когда возникает какая-то новая идея, рассмотреть те идеи, которые уже существуют. В частности, вот существует некая конструкция, она христианская, да, я должен уже сказать иудея христианская, просто христианство ее продолжило. Состоящие в том, что Бог понимается, как Творец, Он творит мир, да, как бы, и в этот мир входит. И это можно показать, на самом деле, что вот это единая логика. Тут вот прослеживается одна, а просто единая логика требует, она последовательно делает шаг за шагом, да, для того, чтобы к этому прийти. Не так получается, что вдруг они почему-то додумались, что вот Бог обязательно должен воплотиться. Нет, на самом деле, к этому принудила, как бы, вот, определенного рода логика, да, логика, как вот у Гегеля. Она разворачивается в своих моментах. И каждый раз, как бы, вот, возникают какие-то варианты, как она может развернуться. И она разворачивается в каждом варианте, каждый вариант прослеживает. Некоторые варианты оказываются тупиковыми, а некоторые движутся дальше. Так же и здесь, в богословии, на самом деле, логика того, что Бог представляет собой Творец, она просто разворачивается, и каждый раз, вот, возникает новая необходимость. Эта новая необходимость требует еще новую необходимость, она вот так вот выдвигается. Ну, вот, я вот просто предлагаю сейчас это обсудить, хотя я уже несколько раз это пытался обсудить. На самом деле, там любопытная ситуация. Ну, для начала надо вот понять и вернуться немножко на шаг назад, для того, чтобы осознать, почему Бог вообще мир творит. Ведь изначально, на самом деле, Бог представляет собой некое совершенство, некую законченность, полноту, так сказать, всю реальность, все бытие и прочее, и прочее, все вот предикаты, которые связаны с Богом, они все указывают на полноту и отсутствие всякого рода нужды, да, всякого рода вот необходимости чего-то иного. А Бог, как бы, по своему своему определению не требует ничего иного. Но уже исходя из того, что вот определение Бога – это у кого, что оно является полнота и отсутствие всякого рода необходимости иного, никак нельзя сделать вывод, никак нельзя перейти к тому, что Бог должен быть творцом. Это, на самом деле, некое насилие. И поэтому в философии сознания такой проблемы нет. Там Бог есть все, и поэтому нет никакого творения, поэтому нет никакой проблемы. А здесь есть проблема. Почему Бог нечто творит? Зачем ему это нужно? Ведь эта проблема дальше вырастает в следующую проблему. Если Бог что-то творит, то поскольку Бог один, логически один, он не может быть два Бога, потому что они друг другу будут ограничены. И не может быть так, на самом деле, если мы имеем в виду, что Бог является абсолютным, что Бог и мир существовали предвечно. Если они существовали предвечно, тогда опять Бог ограничен. Вот у Аристотеля Бог и мир существуют предвечно, и Бог ограничен миром. То есть это тоже позиция пройденная в логическом развертывании того, как можно мыслить. Получается, что первоначально надо мыслить так, что Бог только один. Вот он абсолют, кроме Бога ничего нет. Тогда, если это так, что Бог абсолют, кроме Бога ничего нет, тогда возникает вопрос, а как быть с миром? Вот есть две позиции. Либо мир иное Бога, либо мир в Боге. Если мир в Боге, то это философия сознания. Но философия мышления, философия творения пошла по другому пути. Она посчитала, что мир нечто иное Бога. Что Бог мир творит и как бы перед собой выбрасывает. И в этом смысле она мыслит по аналогии того, что такое представляет свое мышление. Мышление тоже берет мысль как нечто иное. Если в сознании все помещено как бы внутрь, как сознание представляет свое своего рода вместилище. А мышление это как нечто иное. Так вот, поскольку Бог один, то вот это иное, оно не может быть таким же, как Бог. То есть Бог не творит второго Бога. А он творит нечто иное от себя. Творит нечто такое, что не представляет собой Бога. И получается, в относительном смысле этот мир имеет некоторого рода изъян. Потому что критерием, мерилом совершенства является сам Бог. Получается, в относительном смысле этого мерила, мир представляет собой нечто несовершенное, нечто злое. То есть вот эта проблема того, зачем Бог вообще мир творит, она теперь вырастает в проблему того, что мир, Бог как бы является творцом зла. Но эта проблема того, что мир является творцом зла, преодолевается тем способом, что Бог входит в мир и доводит тем самым, в результате того, что Он присутствует в мире, доводит его до совершенства. И получается, что это вхождение Бога в мир, это необходимое условие, на самом деле, доведения этого мира до совершенства. И поэтому и воплощение человека, что такое мир? Это мир понимается, конечно, как природа вокруг нас. А с другой стороны, на вершине этого творения стоит человек. И поэтому для того, чтобы оправдать эту природу, Бог не только должен войти в мир, но Он входит прежде всего в человека. И вот возникает вот эта мистерия того, что Бог воплощается в некого человека. То есть возникает мистерия богочеловека. И вообще получается так, что для того, чтобы оправдать, что Бог творец и что Он творит мир, необходимо обязательно мыслить и вот это Боговоплощение. И тут возникает следующая проблема. Это проблема, связанная с Троицей. Если мы считаем, на самом деле, что Бог представляет собой Троицу, во-первых, давайте поймем, почему вообще нужна Троица. Потому что Троице нужна из того факта, что на самом деле в момент воплощения у нас получается две личности. Одна личность, которая трансцендентна, та самая личность, которая творит мир, которая прежде мира была. А другая личность, которая в образе этого богочеловека оказывается в мире. То есть у нас как бы две личности, получается. И мы их должны как-то совместить. То есть Троица возникает как необходимость совмещения вот этой множественности, которая образовалась в результате того, что Бог в мир вошел и Бог воплотился. То есть воплотился в человека. И поэтому изначально теперь берется, раз такая необходимость здесь возникает, изначально берется, что Бог представляет собой некую Троицу. Ну почему Троица, а не двоица, на самом деле, потому что Троица просто в три более правильное число, она связана со всеми интуициями, тезисами, синтезами, мать и отец, сын. То есть везде в мире некий принцип присутствует, троичность, его можно наблюдать. И вот как бы этот принцип, он как бы, ну просто три более завершенные числа. И вот получается, что изначально Бог, прежде мира, предвечный, был как Троичный Бог в трех лицах, един в трех лицах. И Он творит мир, и оправдывает Он мир тем, что одна из ипостасей, а именно Бог-Сын, входит в этот мир и воплощается в человеке, в Иисус Христе. То есть Иисус Христос оказывается одновременно и по своей природе, и Богом, и человеком. То есть Он совершенный человек, и совершенный Бог, истинный человек, истинный Бог. Вот так вот. Он имеет две природы. Но пока до сих пор никаких проблем нет, пока до сих пор мы двигаемся в такой логическом необходимости того, чтобы оправдать мир, оправдать человеческую природу, потому что человек тоже тварная природа. Нам необходимо, вот Бог необходимо вдвигается в мир и воплощается. Пока все нормально. Но проблема возникает дальше. Дальше, когда Бог-Человек погибает, Иисус Христос погибает на кресте, по логике Бог должен был выйти из человеческой природы и развоплотиться. Потому что Он вошел однажды, и Он должен выйти. Да, вот тут некая, должна быть симметрия, что-то. Иначе как бы получится так, что Троица изменилась. Потому что получилось бы так, что если Иисус Христос во всей полноте своей телесной природы поподнят туда, в двойственности, то тогда получается, что вторая ипостась, она изменилась. И получалось, что Боговоплощение изменяет самого Бога. А тебе не кажется, что само событие Боговоплощения в первую очередь является событием? Оно как бы исторично. То есть вот Бог сотворил мир, это уже как бы проблема. Да, это проблема, потому что она исторична. Потому что как его поместить во время, куда его поместить? То есть даже если бы Он потом полностью вышел, как ты выражаешься, из человеческой ипостаси, и вернулся, все равно произошло бы хотя бы временное изменение Троицы. Но там можно было бы мыслить так, что Бог во всем же, на самом деле, в каком-то отношении, когда Он входит в мир, Он во все пронизывает. И можно было бы мыслить, что Он, находясь в человеке, как бы Он все равно находился одновременно и в Троице. Это можно было бы еще мыслить, если бы Он обратно к себе вернулся. Но нельзя мыслить, если Он дальше, это постоянно теперь остается уже воплощенным. Так нельзя мыслить. Потому что получается тогда, что есть момент, когда Бог изменился. Бог мог в какой-то момент, на самом деле, одновременно быть, условно говоря, в двух позициях. В позиции Троице и в человеке. Ну или иными словами, проблема следующая. Изначально был совершенный Бог, Он сотворил несовершенный мир, потому что совершенно невозможно. Он был бы равномочным Богом, совершил несовершенный мир, сотворил несовершенный мир. Теперь его надо поднять до уровня совершенства. Но, меняя мир, Бог меняется Сам. Да. Если Он меняет его таким путем. А другого пути не видно. Нет, Он мог бы... Понимаешь, тут все мы просто... Бог... Тут проблема состоит в том, что... Если Бог, с другой стороны, выйдет из мира, на самом деле, то мир вернется опять в свое прежнее состояние. Тут вся вопрос состоит в том, что мир только тогда поднят до Бога, да, только тогда оправдан в Боге. Ну и человеческая природа в том числе, да, только тогда оправдан в Боге, пока Бог в этой человеческой природе присутствует. Пока существует вот этот такой Бог-человек, который объединяет две природы. Как только он разойдется, ведь он существует никак, вот говорится, богословие не селяно не раздельно. Как только вот две природы эти разойдутся, да, то тем самым как бы и прекратится спасение. То есть спасение возможно только настолько, насколько Бог воплотился в человеческую природу, теперь настолько человеческая природа поднята на Бог. И поэтому на самом деле они и богословие, и мысли это тем способом, что однажды произошло такое событие, и оно осталось теперь на века. И вторая ипостась получается изменилась. Дальше вторая ипостась была только Сын Божьей в своей чистоте, не телесной, не материальной. А теперь он стал телесной. Вторая ипостась изменилась, она стала телесной, она стала Иисусом Престором. И получилось, что человеческая природа поднята до Бога, и тем самым она спасена. Потому что она сейчас прямо находится, согласно этому богословию, в Боге. И тем самым всякие, приобщаясь с Иисусом Христом, допустим, в причастии, тем самым приобщается вот этой божественной природой Иисуса Христа, которая в Боге уже сейчас находится. В этом вся суть, собственно, богословия. В этом и состоит вот эта вот мистерия того, почему все в Христе спасены, все в Христе как бы возведены до божественного состояния. То есть подняты до уровня Бога. Но здесь еще существует вторая проблема. Первая проблема, что Бог изменился, мы как бы ее выяснили. Можно потом будет ее еще обсудить. Как ее можно пытаться решать. Ну, кстати, может быть, лучше сразу ее обсудить. Потому что как ее можно было бы пытаться решать. Ее можно было бы пытаться решать тем способом, что Иисус Христос изначально был в Троице. Да, он изначально был в Троице, в этой вдвойственности своей природы. Но это не получается, потому что Троица была до того, как мир был сотворен. А человеческая природа тварная. Не может быть нечто тварное до того, в Боге, до того, как его вообще тварное было создано. Ну, это не получается. Логически никак здесь не получится. Ну, там не очень понятно смысл вот этого до. Это до, это самый главный вопрос. Что, в принципе, взаимосвязь Бога и мира, она действительно наиболее сложная. Почему? Потому что что такое момент, когда мир был сотворен? Как это вневременное соотносится с чем-то, что во времени? Как это вообще? Видите, тут своего рода тот самый вот проблема большого взрыва. Что как бы время одновременно образовалось вместе с образованием мира. Как бы надо как-то так понимать здесь. То есть времени до не было. А мир образовался вместе с миром, вместе с миром образовался все время. Ну, даже физик, он с большим взрывом так же осуждает. Как-то так вот тут мужик попытался исхитриться. Второе, как бы, есть, ну, с другой стороны, если почитать, допустим, Иоанна Дамаскина, да, Дамаскина, который является богословом 8 века до расхождения католической и православной религии, да, то есть он на самом деле признается католиками как в качестве одного из отцов церкви и православной, и поэтому вот его работа, точное изложение православной веры, на самом деле является каноном, да, и можно на нее ориентироваться. Если смотреть, как там написано, то там буквально написано, что Бог-Сын до своего воплощения был бестелесный, был как бы, только имел только Божественную природу. А после его воплощения, да, получается, что Бог-Сын, который теперь уже называется Иисусом Христом, имеет две природы. То есть даже там у него написано, что вторая ипостась изменилась. И тем самым как бы изменилась... Он не пишет, что Бог изменился, да, но получается, фактически Он изменился. Там на самом деле не очень ясно. Он считает, что ипостась не изменилась. То есть там была ипостась Бога-Сына, а здесь ипостась Бога-Сына приняла в себе две природы. То есть он различает, как бы, природа и ипостась. Но если брать логический разговор, то логический разговор, если Бог-то изменился, независимо от того, что в ипостасе нечто... Поскольку в ипостасе нечто появилось, поскольку как бы появилось изменение. У него там в другом месте еще очень любопытный есть разговор о том, что вот Сын предвечно тоже рожден Богом. И говорит, что нельзя мыслить так, на самом деле, что однажды Бог стал Отцом. Потому что тогда бы это означало, что Он изменился. Если бы получилось так, что Бог предвечно был один, а потом Он родил Сына, получилось бы, что Бог изменился. И это мыслить, мол, на самом деле неправильно. То точно так же вот в том же смысле, в котором здесь неправильно мыслить, что Бог изменился, если бы он однажды не был отцом, а потом отцом стал, точно так же и здесь нельзя мыслить, что Бог изменился, если однажды эта вторая ипостась была сначала нематериально Богом-сыном в своей чистоте божественной, а потом она стала в двух природах, в природе человеческой и в природе божественной. Но это первая проблема, на самом деле. Она фундаментальная, но тут еще существует и вторая проблема, реально настоящая. Дело в том, что воплощение Бога в человека и вообще в нечто материальное, вообще вхождение Бога в мир, оно мыслится с нашей стороны как страдание Бога. Потому что Бог есть абсолютное, есть бесконечное, и Он входит в нечто сотворенное, в нечто конечное, тварное. И это есть не что иное, как умоление Бога, умоление Его совершенства. Ну как вот Он огромный, бесконечный, совершенный, входит в нечто несовершенное, Это как бы телесное и конечное Как он это делает? Это есть умоление, бесконечное умоление Бога И это и есть страдание Бога То есть то, что мы видим на кресте Это на самом деле просто кульминация этого страдания А так по идее уже само воплощение Бога Уже изначально есть страдание И если Бог не развоплотился, Бог Сын Так и остается, так и вошел Как говорится в Евангелии, что он воссел одесную Бога Ну во всех этих богословах трактатах говорится Что Иисус Христос воссел одесную Бога То есть он как бы вернулся в этой телесности В своей телесности и поднялся во вторую поставь То это означает, что страдание до сих пор продолжается То есть они просто... Это на самом деле есть не что иное, как непочитание Бога Умоление его достоинства Как так? Бог вошел в мир, чтобы этот мир осветить И он остался в этом мире Он до сих пор страдает В каком-то отношении это и есть Если можно выразиться, такая крестная мука бесконечная И вот до сих пор там И мыслиться даже, что так и бесконечно ведь будет Потому что ведь бесконечно теперь Иисус Христос Воссел одесную Богу Теперь уже вот мистерие это совершилось Уже ничего не изменится теперь Теперь получается, что Бог вот бесконечно страдает Вот вторая как бы проблема, связанная с Боговоплощением Не менее как бы серьезная, чем первая И все эти проблемы, как раз именно ты правильно говоришь Они связаны с тем, что в принципе мыслиться Создание некого временного мира И взаимоотношения Бога, как чего-то вне времени и пространства И чего-то временного и пространственного Но всегда будет мыслиться противоречиво Как не временное и пространство Соотносятся с тем, что во времени и пространство Вот этот отдельный момент Почему какого-то наступил такой момент Когда Бог воплотился А до этого что было? Правильно? И все эти противоречия, они связаны с тем на самом деле Что Бог мыслится как Творец Как с одной стороны Как нечто вневременное, внепространственное Которое творит временное и пространственное А потом с ним соотносится Изначально тут проблема Что Бог не мог бы такой мир сотворить А вот если мы, опять же, мы переходим на другую позицию На позицию философии Точнее, богословия Сознания То там нет такой проблемы в том, что все в Боге То есть никуда перемещаться не надо Ничего не творится Ну это как бы так скольц говоришь, да? Не очень убедительно Вот тут куча проблем А здесь никаких проблем, потому что все хорошо Нет, именно таких проблем нет Конечно, проблемы, наверное, другие есть Просто о той же Троице можно поговорить И в свете вот этого богословия сознания Можно, можно будет А именно Если как бы все есть Бог И если все есть в Боге То чтобы вообще мог существовать мир Такой движущийся, временный, изменяющийся Который, по сути, является частью, опять же, этого Бога Бог должен представлять из себя не просто одно Что-то, да? А некую систему внутренних различий То есть он должен быть множественным внутри себя И как бы внутри себя содержать вот некое напряжение Вот, различных полюсов То есть эта Троица, она как бы является источником движения Вот Ну, на самом деле, здесь есть проблема Связанная с тем, что везде понимается Бог Нечто неподвижное Нечто простое Да, ну, вода Прежде всего, простое Нет, просто я хочу заметить, что если Но еще нет различий Да Но если в нем различия есть Они могут порождать внутренние движения Но при этом, как бы, он весь в целом Остается неподвижным Да? Ну, то есть это как бы внутреннее взаимодействие Если говорить там языком физики Да, вот, так мы пока рассматриваем Что есть, как бы, система мира Вот, и внешнее воздействие Такое вот, ну, трансцендентальное, собственно Это слово не подходит, да Со стороны Бога Здесь же, как бы, есть некие внутренние силы И все это Бог И он, как бы, в целом-то неподвижен Как и там, как всякая замкнутая система Как бы остается в покое Ничто не прибывает, ничто Но внутри происходят какие-то перераспределения Какие-то напряжения Какие-то движения, смещения и так далее Дело в том, что вот неоплатоников Которые как раз исповедовали вот эту ситуацию Что все есть Бог, да Что все находится в Боге Они не называли это философию сознания У них просто, как бы, нет того Не было терьма такого Но у них, как бы, вот Бог изначально понимается В эмонационном смысле Как вот эмонация То есть, изливается просто В виде как бы многообразия, да Не в смысле творения А в смысле того, что все и есть Бог То есть эмонация Это просто смысл Каким образом объясняется, как Бог есть одно Как Бог есть все, что есть И там как раз действительно Там очень много эонов То есть уровней Там что-то их там Учители там не 30 или 40 Или еще даже больше Там у разных философов по-разному Там действительно, на самом деле Эти эоны Это есть внутренние различия самого Бога То есть Бог внутри себя различен И то, что Бог внутри себя различен Это, конечно, тоже проблема Тоже не менее серьезная На самом деле Но тут вот Но с другой стороны Не, ну он так или иначе С ней так или иначе придет столкнуться Да Даже если мы мир как бы не выбросили вовне Да Оставили в Боге Все равно Бог и мир различены Пусть даже внутри самого Бога Да, как и он Как и он Есть некая Ну, мы все можем представить это в том смысле Что есть вот центр и бейферия То есть есть некая разница Интенсивности бытия Есть интенсивность более высокая Там в центре И ее периферия Она, типа, убывает Или свет, допустим Есть более интенсивность света И меньше интенсивности Это по мере удаления от солнца Да, вот Это все Это как бы долетает Все меньше и меньше света Вот какие-то такие аналогии Можно приводить То есть Иначе говоря, бытие Которое существует Все Оно просто не является однородным Оно Вот Такое Имеет разную интенсивность Просто здесь Центр и периферия Это своего рода просто метафора Да, так, чтобы понять Что интенсивность разная Может, она и не имеет такую конфигурацию, как центр и периферия. Может, она другую конфигурацию имеет. Это неизвестно. Так же, как в нас, в нашем теле. У нас как-то есть сознание, а есть тело. А как они соотносятся? Как центр и периферия? Вроде нет. На самом деле, проблема внутренних различий в Боге. Так вот, почему-то нам кажется, что утверждение неких внутренних различий внутри Бога умаляет его. Все правильно. То есть, вроде как, некий единый, неразвлеченный в себе Бог выглядит более, так сказать, ну, говорить о нем так, это больше ему сдавать по достоинству и так далее. Но, с другой стороны, если подумать, вот это единое простое одно, оно же бедно в себе. Оно крайне бедно. Когда мы говорим о Боге как о совершенстве, можно же вспомнить и о совершенстве содержания, вот, и это означает, что чем больше в этом едино будет различий, тем богаче оно будет содержать. Вот. Пока, как бы, Бог единый. Одно предстает как наибеднейшее существо просто. Как наипростейшее. Наипростейшее, да. Вот какая-то там инфузория туфелька. Даже у нее есть там бембрана, митохондрия и прочее. А тут еще проблема. Считается в благословии, что все, что имеет составное переврогу, составное, все имеет так же начало и конец. Все, что имеет части, все имеет так же, значит, временность существования. Потому что все составное у нас разрушается однажды. То есть, как бы, есть некая понимание. И вообще говоря, как вот эти части с друг другом-то соотносятся? Они, получается, что соотносятся... Как быть есть небытием, что ли, так? В относительном смысле. Вот прям как вот поменить-то, как рассуждать? Он говорит, что небытие нет. И на этом основании он возводит все сущее, да, как бы вот некому шару, единому монолитному шару бытия. Потому что даже бы, если бы внутри этого шара вот сущее от сущее отличалось бы, то было бы относительно небытие. Но оно же все-таки отличается. Отличается. Вот. Причем, когда вот он говорит таким образом, здесь, опять же, не различено бытие и сущее. Вот. То есть, если мы говорим про бытие, то да, есть бытие, небытие нет. Но если мы говорим про сущее, то сущее одно отличается от другого. Не, ну потом он, конечно, возводит все к бытию, и бытие уже одно и монолитно. Бытие. Нет, с этим-то никто не станет спорить. Вот. Но это сторона бытия. А сторона определенности? Не, а здесь-то говорится как раз не об определенности, а если говорится об интенсивности бытия. Что бытие само, оно неоднородно, что оно может быть разное. Когда вот говорится о благе, ведь еще пойдет речь. Речь идет о том, что само бытие не определенность, заметь. Ведь благом называется бытие, а не определенность. Определенность, понятно, она может быть разная. А само бытие имеет разную интенсивность. То есть, есть бытие как бы более интенсивное. Вот, допустим, с точки зрения бытия, бытие человека более интенсивное, чем бытие камня. И то, и другое ведь есть. И мы в каком-то отношении, и то, и мы говорим, камень есть, человек есть. И вроде приравниваем камень и человек. Да, и все это приравнено. Но в другом отношении мы понимаем, что интенсивность бытия человека больше. Ну, тут, конечно, метафорическое больше. Тут непонятно, тут меры как бы нет. Мы понимаем, что вот есть разница между камнем и человеком, между человеком и Богом. Вот о такой интенсивности имеется в виду. То есть, как бы получается, что бытие как бы имеет еще какую-то характеристику количественную. Или как бы, как это называется? Ну, качественную, может быть. Качественную характеристику. Но это в любом случае различно. Но это же странно, на самом деле, что в богословии именно так. Ведь вся определенность, она вынесенная, вся определенная сущего – это одно. Но речь идет здесь только о бытии. И Бог ведь понимает, как бытие. Да, просто самое на этой бытие. Если богословие сознания, то вообще все бытие – это и есть Бог. Просто оно имеет разную интенсивность. Допустим, в тебе она более интенсивна, чем в камне. А есть какое-то место, где оно максимально интенсивно. А в святом, допустим, человеке, оно, допустим, еще больше интенсивно. То есть, как бы, ты можешь накапливать эту интенсивность с определенного рода практикой. И вот верующие люди совершают какую-то практику. И они накапливают эту интенсивность бытия. Ну, это такой разговор уже больше просто метафорический. Здесь вот на самом деле мы не можем иначе говорить, кроме как метафорический, конечно. Что там накапливается, не очень понятно. Но, между прочим, еще и другая проблема существует. Если в Боге существует мир, а мир-то материален, то как тогда Бог, как сознание, соотносится с материальным миром? То есть, та же проблема у нас же тоже остается, на самом деле, что, как и в богословии мышления, что Бог нечто вне пространства и времени, соотносится с чем-то с пространством и временным, а здесь Бог не материален. Ну, обычный. А здесь соотносится с чем-то с материальным. Нет, ну, вот если Троицу вспомнить, да, и если не воплощать Бога в какой-то исторический момент, а если, как будто, этот отец, если этот сын, Иисус Христос, сидит предвечно, именно в такой человеческой ипостаси, то это означает, что Бог в себе содержит и материальность тоже. Просто это, как бы, один из его моментов. Тогда не получится оправдание материальным. Ты пойми, если Бог изначально имеет материальное, то материальное уже изначально оправданное, и никакое мистение не нужно. Так, а в принципе, в твоем богословии сознании мир будет изначально оправдан, и никакая мистерия невозможна. Правильно, мистерия там невозможна. Но есть проблема, состоящая в том, как сознание соотносится с материальным. Но это же проблема у нас сейчас есть и в нашем организме ведь есть. Каким образом в нашем человеческом организме возникает соотношение между сознанием и материальным телом? Оно же точно так же нерешаемо для нас. Психофизиологический дуализм связан с тем, что как можно на телесном уровне понять, что такое сознание? Сознание – это же не орган, это непонятно что. Это некое проявление человеческого тела. А что это такое? Мы не можем указать на сознание, как на ничьи телесные материалы. Какое это имеет отношение к этому разговору о Боге и Богословии? А это имеет отношение к тому, что в Богословии и Сознании существуют проблемы с отношением сознания и телесного мира материального. Любовь Боги. Еще раз. Я представляю себе мир как систему различий. И вот эта вся система различий предвечная. Не те различия, которые мы сейчас обнаружили, а потом не обнаружили, а те различия, которые по праву и действительно лежат в самом мире. Так вот эта система различий и есть сознание Бога. Это понятно. Мы же понимаем сознание как систему различий, вот это пространство различий. Ты хочешь как чему? В каком-то отношении нечто подобное выстраивать как в логике. Науке логики Гегель, где Бог представляет собой логику мира. Там только логика, поэтому там с мышлением связано. А здесь своего рода это какая-то схема мира, да? Ну да. Ну логично. Тогда все, что изменяется на самом деле, это просто относится к порядку материального. А схема одна и та же всегда. И все изменения двигаются по одной и той же схеме. Схема не меняется. Ну да. Причем даже можно было бы сказать, что временное вот это… Ну что такое время? Это тоже как бы своего рода различие. Вот. Оно порождается каким-то различием. Временностью. Что и это различие как бы входит в схему Бога. Понимаешь? Вот это сознание Бога. Все ходит. Да. Да. Что и время это точно так же как бы… Просто это такая как бы схема с большим количеством измерений. А материальность откуда взялась? А какая материальность? Ну которая в Боге. Ну мы вот материальные, мы в Боге. Откуда она взялась? Схема схема, понимаешь? А материальность откуда взялась? Нет. Ну… Это просто… Это тело Бога, вот как… Вот есть мир, да? Вечный. Это вот его тело. Ну я так думал. Как у нас есть сознание и тело, так же… И Бог как… Весь мир как целый представляется… Почему мы еще можем плететь? Огромный такой организм, да, у которого есть сознание и тело. Ну, на самом деле, если так вот подумать, то больше этого ничего сказать нельзя. И все философы, там, начиная с незапамятных времен, только об этом и говорят. На земле там что-то произошло, Бог… О, нога что-то заболела, да? Дело не в этом… Опять людишки там… А дело просто в том, что для нас высшим проявлением бытия представляет человеческий организм. Да? Ну если вот… Кроме Бога, да? Ну берем все остальное… И для нас… Я бы сказал наоборот. Проблема, как бы, всей классической философии связана с тем, что для них не это представляется высшим проявлением бытия, а вот именно чистый ум, дух или что-то в этом духе. Поэтому Богу в теле, как бы, отказано изначально. Да, да. Ну как так? Вот. Это что же? Он заморается телесностью? Я согласен, да. А как только ему отказано в теле, он сразу становится не изоморфен миром. Он сразу становится… Трансцедентом. Трансцедентом. Он сразу, как бы, принципиально отличается. Вот там он чистый дух, вот. А у нас здесь какая-то такая непонятная смесь. Вот. Вот. Опять же становится беднее, чем мир. Потому что, вот как только он вошел, допустим, в мир, и его, так сказать, облагородил своим духом, благом, там еще чем-то, мир стал богаче, чем Бог. Так получается? Не, ну они просто… Тут уже вопрос, если Бог имеет тело, то он, получается, во времени изменяется, что ли? Ну, еще раз, как бы… Он давал во имя. Все телесное, все материальное во времени, пространстве. Но, с другой стороны, поскольку все в Боге, то получается, что так… Время – это тоже, как бы, одно из измерений его тела, понимаешь? Вот он, как бы, он расположен… Помнишь, как мы говорили про эти, про объекты временные? Вот. Он телом своим располагается не только в пространстве, но и во времени. В смысле, это паралис? Да. И, тем самым, как бы, с нашей земной точки зрения что-то изменяется, да? С нашей временной, с нашей точки зрения настоящего. Ну, такой уже, как бы, получается какой-то фатализм. Да. А он, как бы, над временем, для него это все одновременно. Ну, нет. Он, как бы, это внутри у него, понимаешь? Вот. Ну, то есть, это, получается, такой, прямо-таки, континуум пространственно-временной. В духе, там, этой физики не очень приятно, что так получается. Ну, допустим, вот. Вот. Слушай, это для нас, вот, время течет в каком-то направлении. А он просто, как вот, пошел туда, пошел сюда. Еще, на самом деле, что интересно, я вот, Аристотель наконец-то все-таки, кажется, понял, ну, насколько там вообще удается его понять, что как у него Бог-то понимается. У него получается так, что мир, всякая вселенная представляется как конечный шар, потому что ничего бесконечного для него невозможно. Все конечное, в том числе и вселенная конечная. И эта конечная вселенная имеет форму идеального шара. И Бог находится вне мира в том смысле, что он представляет собой вот эту вот охватывающую сферу, которая покоится. Все внутри движется, там, внутри что-то изменит. Ну, то есть, как ты говоришь. Ну, да, да. А вот охватывающая и неподвижная сфера, да? Ну, да. Она является формой этого шара, да? И она отделяема в том смысле, что она как бы и отделена, потому что все внутри находится. Вот это и есть Бог, как форма формы. Вот такое интересное представление, любопытное. Но я даже придумал, что такое время. Время – это вот Бога, там есть артерия, по которым как бы в одном направлении течет кровь. Вот это время. Ну и как голод. Как они. Что там в крови? Гемоглобин? Не гемоглобин, а вот эти маленькие такие. Ну да, но гемоглобин. В общем, вот эти вот кровеносные тельца. Вот. Плывем в одном направлении. Нет, ну то есть понятно, что… А потом, когда вселенная началась улыбаться, плывем в обратном. Нет, так тоже… Арисович, тоже получается, что все остальное есть тело Бога как бы, да? То есть у него есть форма-форма, ум. Он сам ум представляет, как и мы, да? Ну а все остальное как бы его тело. И причем интересно, что можно понять его даже так, что вот сфера вращающихся звезд и сфера вращающихся планет – это и есть его мышление и мышление. То есть мыслить этими сферами. Опять же, как бы, Дигеля же мы не должны забывать. Если Бог будет просто неизменным, вот он будет ограничен изменяющимся чем-то, да? Он должен как бы и меняться, и не меняться, да? То есть он должен… Это вот совершенство его неизменности, оно должно быть таким, что включает в себя и изменения тоже. Ну как с бесконечностью и конечностью, да? Вот, собственно. Он включает в себя и материальное конечное, вот. И только тогда становится по-настоящему бесконечным. Мне кажется, что Бог – вся полнота, в том числе полнота в отношении изменений и неизменений? Да, да, да. По логике вещей я сейчас очень абстрактно рассуждаю, так как, в общем, как бы должны, наверное, или рассуждали так богословно. Полнота включает в себя обе стороны. И неполноту тоже. Вот так, как бы. Полнота включает в себя неполноту. Тут видишь, в чем эта история? Почему вообще, как бы, вот, как ты говоришь, Бога сделали духом, да, и полностью избавили от всего материального? Ну, потому что всегда есть идея. Бога понимается же как понятие, как идею, ну, как богословие мышления. Идея и понятия, они неизменны. Это нечто вечное. Ну, что такое идея? В чем изменяться? Это нечто нематериальное. В этом отношении, если Бог понимается как понятие, как идея, он как бы, во-первых, вне материи, во-вторых, вне изменений. Ну, как понятие может изменяться. А когда, если мы Бога понимаем все-таки как сознание, то сознание внутри себя как-то вот все-таки претерпевает какие-то изменения. Только эти изменения, они не должны как-то касаться сущности Божества. Например, у Аристотеля, опять же, если опять возвращаться к нему, у него вот эта вот сфера, вот эта перводвигатель этого верховного Бога, она неподвижна. А все остальные Боги, которые представляют собой планеты и звезды, они вращаются. Так вот, у них единственное изменение существует, как перемещение. То есть, они сами полностью неизменны, они там в особом эфире, так сказать, вращаются, который тоже не изменен, там, ничем не смешивается и так далее. Но, тем не менее, как бы вот единственное изменение, которое им доступно, это вот перемещение. Но в перемещении они по сущности не меняются. По сущности своей. То есть, у Аристотеля здесь соблюдено, что все-таки в Боге, с одной стороны, есть неизменность, как в абсолютном Боге, да, вот в этом верховном. Или есть изменения в виде вот мышления-мышления, да, которые понимаются как перемещение светил. И вот, кстати, это очень хороший комментарий, потому что мы подбираемся как раз к правильному пониманию движения. То есть, может быть, благодаря Аристотелю и вот этому пониманию движения как трансляции, перемещения, то есть, движения сохраняющего сущность, мы как бы на долгое время утратили понимание о движении как изменений, как трансформации. Там вот эти гегелевские, гегелевское движение, когда семечко превращается в растение, там, цветок, какой-то плод и так далее. Тоже как бы движение, меняющая сущность. Вот. Не похожее на перемещение, на трансляцию чего-то неизменного. Вот. И возвращающее понятию движения всю его, как бы, полноту изначальную. Ну, вообще-то у Иисуса тоже инаковение есть, только понос на более нижних уровнях. Там у него одна природа, скажем, вода изменяется в другую природу. То есть, инаковение стихии тоже возможно. Ну, не знаю, на самом деле этот вопрос сложный, я пока к нему даже и не подбирался там. Как быть с тем, что, во-первых, Бог действительно состоит из частей, да, и как вот быть с тем, что Бог как бы должен каким-то образом все-таки как-то с материальным соотнестись. Ну, так надо подбираться, потому что понятно, как мы критикуем то, что ты называешь богословием мышления. Вот. Ну, так надо уже думать иногда. Ну, это тоже противоречит же богословию, что, я говорю, богословие всегда, Бог все делает неизменно, потому что Бог есть нечто по определению не меняющийся и так далее. Ну, может быть, на самом деле, здесь можно что сделать? Может быть, можно все-таки попытаться здесь какие-то другие определения давать того, что представляет собой абсолют. Может быть, здесь надо просто войти какие-то, вообще, первоначальные переопределения сущностей. Я уже об этом думал. Я бы даже сказал, что тут действует вот как вот есть метафизика света, как вот мы обсуждали, есть метафизика высоты, есть метафизика определенное движение. Допустим, покой почему-то выделяется как нечто совершенное, неизменность, покой, а движение как нечто такое... Сокористопель. Да, вот-вот. Есть естественное место, и все стремятся к покой вот этому углу. Вот есть некая такая метафизика, ну, наверное, можно проследить из каких жизненных коллизий она произрастает. Почему человек склонен так мыслить и такие расставлять акценты плюсы-минусы и так далее. Вот. Но вот она приводит к определенным последствиям. Но Гегель же первый был человек, который попытался движение оправдать. Потому что не только движение в смысле перемещения, а вот как ты и правильно сказал, что движение в смысле развития. Просто вот еще про эту метафизику добавлю, да, насколько она сильна и насколько она даже там в какой-нибудь той же физике, да, периодически проявлялась. Вот когда там этот несчастный, ну, или счастливый, не знаю, Эйнштейн написал свою общую теорию относительности, свое уравнение, его начали решать. Вот, естественно, и он в первую очередь искали все стационарные решения. То есть вот как бы Вселенная в целом, вот, она же должна как бы покоиться. Вот. Искали стационарные решения, найти не могли. Вот. Собственно, это как бы было неким недостатком уравнений и могли бы, в принципе, даже и всю теорию закрыть. Вот. На том основании, что ну вот нет и нет. И только потом, когда вдруг кто-то там, этот Фридман или кто, вот, подумал, а почему бы не поискать нестационарное решение, вот, он его нашел и вот появились эти модели. Но это удивительно, да, что вот мир в целом, да, ну, по крайней мере, так, как он выглядит в физике, да, куда-то движется. Хотя, вот, интуитивно, да, на основании наших вот каких-то там, на какого-то философского бессознательного мы ждем-то покоя. Ну, потому что что такое цель, да, цель? Это некого рода покоящийся впереди гавань, куда вот корабль, который движется, должен достигнуть, и в конце концов успокоиться. И вообще, что такое, как бы, успокоиться, да? Успокоиться. Дойти до некого покоя, и в этом покое почить. Что такое счастье, да? Что вот пока ты движешься, у тебя есть разрыв между тем, что ты желаешь, и между тем, что ты имеешь, да? А счастье, когда этот разрыв схлопывается, да, вот, вместо стремления возникает тут покой, да? И ты, как бы, оп, и вот это... Но это же смерть, как раз, вот, покой. И так всегда так понимается. И нирвана же, получается, что как бы... Некое состояние, есть движение, да, вот, переходящее, допустим, в буддизме, из одной, как бы, ипостаси, там, другую, да, там, из одной души в другую, из одного организма, ну, что, говорит, другую, да? А потом, а нирвана, как бы, выйти из этого, вот, колеса сансары, там, и, как бы, упокоиться. На самом деле, действительно, в этом есть некое, вот, человеческое бессознательное, да? Я согласен с тем, что вот достигнут некого покоя. Такого, что такое, в конце концов, и даже философия Гегеля, которая пыталась движение оправдать, своим понятием развития, да, вот, своим понятием диалектики, спекулятивной логики и прочее. Но тоже покой, да, вот, покой в этой логике достигнуть, как бы, понять эту науку логики, да, понять божество, как... Упокоиться в беделя. Да, ухваническую схему, и упокоиться тоже, опять же. Он даже пишет, феноменологий дух, я вот сейчас вспоминаю, там, о том, что вот... Это тот путь, он пишет про сознание, который проходит сознание, и нигде не может остановиться, кроме какого-то последнего пункта, да, вот, в абсолютном знании. Где в абсолютном знании он достигает, вот, некого уже покоя, как бы, да, вот, счастья, если так вот говорить, и уже человеческим языком. Даже везде этого движения всегда понимается, как движение от одного к другому, и причем это другое как цель, она вот, ее должна быть достигнута и наступить конец. Нигде не понимается так, что движение будет всегда, потому что вот это бесконечное движение всегда воспринимается нами как недостаток. Как это так, бесконечно двигаться? Хотя у Аристотеля, опять же, боги двигаются бесконечно, в том смысле, что у них орбиты замкнутые, да, и как бы вот в этой замкнутой, это и есть бесконечность, да, вот, она... Они движутся, перемещаются, но не в том смысле, что они куда-то вдаль уходят. Вот эта бесконечность перемещения куда-то вдаль, такая бесконечность разрывная, он понимал, считал, что она невозможна. А вот бесконечность, когда повторяется одно и то же, по некой орбите, где круговое движение понимается все-таки как некого рода, идеальное движение. Вот такое бесконечное движение возможно. И ведь Гейтель тоже так понимал бесконечность, вот понимал бесконечность как именно вот такую рефлексию. У него бесконечность это вот замкнутое нечто. А если ты вспомнишь, допустим, инструменты, то бесконечная лента называется вот такая замкнутая лента на себя. Тоже называется бесконечность. То есть мы даже бесконечность понимаем как повторение, как замкнутое какую-то траекторию. Не важно чего, траекторию мысли или траекторию перемещения. И поэтому Бог есть мышление и мышление, да, вот он как бы тоже замкнут, и у Гегеля, и у Аристотеля. А если Бог понимается как сознание, то на самом деле здесь вот такой разрыв исчезает, когда вообще, тут даже понятие бесконечность в чем состоит? Тут все как бы становится совсем другим, тут надо совсем по-другому мыслить. Во-первых, возникает многоразличие, да, то, что там мышление и мышление, мышление это нечто одно, как бы мыслит о себе, вот и все, тебе одно как бы мыслит о себе, и одно движется, находится в некой бесконечности своей же. А если мы имеем в виду сознание, то там так много всего, то есть вот там то многообразие бесконечное, там просто бесконечность, которая уходящая вглубь, понимаешь? Непонятно, уходящаяся ли вшире, это непонятно. Это же куда более достойно для Бога, да, иметь в себе внутри бесконечность, да? Ну вот. Ну знаешь, что проблема? Проблема состоит в том, что для такого Бога сознания, я уже об этом тоже думал, невозможно найти этику, то есть тот Бог, который мышление, он был чистый, он был чистый, просто чистый, да, сотворил мир, да, как бы там, иное от себя отбросил, как бы, да? И мы точно так же можем, уподобляясь Богу, как бы подумать, тело наше грязное, вот оно в страстях, а отбросить его, понимаешь, и где-то там внутри, в своем уме, в каком-то там сокровенном, это внутреннем, как будто, упокоится в чистоте, и... Да, парадокс, причем, так вот, с одной стороны, вроде, как бы, мы тут оправдать, мы тут должны, там, всеми этими событиями, воплощением Иисуса Христа, оправдать, а с другой стороны, общая тенденция, мир-то отринуть, вот, у того же христианства, да? Да, 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 потому что, вот эта вот, вот эта тема, что мир во зле, да, что мир нечий несовершенный, а все остается, она, она остается так или иначе, как бы, богословие не может эту тему избегнуть, и более того, я же про гностиков, не помню, рассказывал, нет, как бы, у гностиков же даже Богом-творцом является иной Бога, злой Бог, среди мира, чтобы оправдать того верховного Бога, который не может быть творцом зла, поскольку мир несовершенный, значит, он, как бы, злой, да, вот, в относительном смысле, поскольку зло это недостаток блага, и вот это вот, если мы, на самом деле, рассматриваем Бога, как сознание, то, вот, возникает странная этика, тогда и мир оправдан, и тело оправдан, все оправдано. В общем, как, практически, как у Гекеля, получается, что различие добра и зла, оно лежит внутри Бога, так получается, что это, опять же, одно из внутренних различий Бога. Нет, тогда получается, что просто добро и зло к Богу никак не относятся, о чем так вот. Нет, нет, ну почему, такое различие есть, оно есть в мире как-то, оно есть в мире, значит, и в Боге это различие есть, вот, просто он, получается, как бы, недобр, да, в нашем, таком, буквальном понимании, вне добра и зла, как бы. Он содержит в себе и то, и другое. Это некий водораздел внутри Бога. Ну как с конечным и бесконечным, опять же. Какое-то абсолютное добро, которое включает в себя и добро и зло. Почему, кстати, это не абсолютное зло? Сразу возникает вопрос. Сверх зло, которое и добро в себя. Нет, здесь можно, на самом деле, если вдуматься, то два пути. Можно просто считать, что Бог вне добра и зла. Есть же Керкигор, он рассуждал про эпизод Саврааму, когда Бог попросил его. Но это все-таки как раз какой-то Бог далекий. Нет, если все это происходит в нем, если он и есть, то, конечно... Но там Бог далекий, действительно. Как раз у Керкигора Бог запредельный, трансцендентный, согласен. Он такой, который даже... Именно потому он это и вне добра и зла, что он просто процедентный. Да, что именно так. Ты прав, Асаня. Пример как бы не очень корректный, но я просто хотел этой мыслью пояснить, что можно Бога мыслить как вне добра и зла в принципе. Ну тогда... Можно. Да, можно вот так мыслить. Но любил там мыслить Бога, как кота. Помнишь, который там прошелся? И дальше пошел. Вот как бы... Вот хороший пример Бога. И тогда говорить о том, что добро и зла возникают как вот некоторые особенности нашей воли. Мы можем волю в одном направлении подвинуть, а можем в другую. То есть... Скажем так вот. Но с другой стороны, мы же говорим о том, что вот бытие можно измерить, то есть рассматривать как некую интенсивную среду, да, разной интенсивности. И тем самым вот эту интенсивность обозначить понятием благо. А почему именно благо? А потому что все, что и есть, стремится к бытию. Ну прежде всего это видно в живых организмах. Да, живые организмы стремятся жить, самосохраниться и продолжить жизнь. И все стремится как бы вот к бытию. И в этом отношении, что бытие есть тогда цель. А раз она есть цель, то по определению то, к чему стремятся, то, что является целью, является благом. Тогда получается, что бытие есть благо. Но тут тогда возникает разница между... Ну а не бытие, соответственно, как бы является отсутствием блага. И получается вот та вот категория, да, вот та иерархия между благом и все большим-большим отступлением от блага, отсутствием. И как бы зло понимается как вот недостаток блага. А где-то на периферии там этого недостатка максимально хочется. Да, такое различие центра и периферия у нас. Постоянно это. А поскольку мы говорим в одной, что субстанция одна, мы все-таки не субсантивируем зло. Поэтому никакого дьявола, конечно, нет, как персонификации зла. Потому что или иначе это означало бы, что просто существует второе начало, которое Богу противостоит. И тогда возникло бы сразу дуализм. И там совсем другая метафизика. Это манихейство, это сразу нечто другое. В гностицизме это даже присутствует. Там просто проблема возникает, как эти две сущности составляют. Да это понятно, не будем даже сейчас это упоминать. Нет, ну в этом отношении тоже можно двигаться. Помню, что я говорил о множественности бытия. То есть на самом деле это тоже можно рассуждать. Просто как бы она сейчас неуместна, потому что мы сначала эту ветку. То есть сначала ветку монизма надо до конца довести. Да нет, но главное, что понимаешь, это и недомножественность. Там всегда будет дуализм. Это не так, что три начала. А вот ты представь себе, Бог, дьявол и еще кто-то там. Вот такое же уже как-то трудно представить. А вот это была бы множественность. Когда регионов не два. А вообще-то да, согласен с тобой. В силу того, что как раз добро и зло они разбивают все на два. Здесь именно деление всегда двойственное. А потому что одно отрицает другое. Зло это не добро и не наоборот. Это всего лишь, как бы этот дуализм это всего лишь ошибка пока остается. Да, 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 согласен. Она все-таки, когда множественность бытия, там же предполагается, что бытие, как бы количество этих регионов не ограничено. Не ограничено. Не ограничено. Не ограничено количество. Да. И там невозможно распределить между ними добро и зло. Ну ладно, как бы. А вот если в манизме оставаться, то тогда получается, что вот есть два вида понимания добра. Одно добро в смысле интенсивности бытия, а другое добро в смысле вот нашей намеренности, нашей воли. Совершенно разное определение. Понимаешь, как я говорил, что добро это намерение совершить пользу, принести пользу другому, а зло это намерение принести вред. Ну пока это как бы предварительное определение, я просто не придумал ничего лучшего. Но тем не менее это совсем другое понимание добра и зла, чем вот понимание как блага. Я раньше, кстати, отождествлял их, между прочим, и недавно понял на самом деле, что также их отождествляют и неоплатоники, и их схоластики их отождествляют. То есть на самом деле это различие тоже не проведено. Оказывается, что тут тоже еще куча работы. То есть на самом деле до сих пор в богословии не проведено различие между благом как бытие и благом понимаем как добро в смысле намеренности человеческой. Тут ведь что проблема состоит? Допустим, атеист начнет рассуждать и скажет, что никакого блага в смысле бытия такого нет, никакого Бога нет, но тем не менее добро и зло то останется. Вот тут что проблема. А оно каком образом останется? Оно останется в этике. Потому что в этике все равно поступки надо будет различать. Есть поступки добрые, есть поступки злые. Тут уже безотносительно даже высшего блага. То есть уже даже из этого, из того, что существует этика, из того, что этика может вообще не опираться никак на высшее благо, можно понять на самом деле, что вот это различие присутствует. Как бы существенное. То есть по смыслу оно очень существенное. Но с другой стороны, как понимать, что такое польза? Вот как раз польза опирается на вот это понятие благо как бытие. Да, да. Так что здесь есть продолжение. Есть, есть. Но все равно главное… В чем как бы собственно благо стоит в том, что что-то там существует, не разрушает. Что значит пользу принести? Это значит помочь другому, допустим, не умереть. Ну или там продолжить свое существование. Продолжить свое существование более комфортно или там более пристойно, более достойно и так далее. В любом случае всегда польза будет пониматься как некая польза бытию. Да, да, да. Всегда будет так пониматься. Поэтому здесь есть прямая дорожка, но в любом случае… Но самое главное надо понимать, что все-таки благо в смысле бытия и добро в смысле намеренности человеческой воли и вообще намеренности воли – это разное. И вот это вот разное надо осмысливать опять же. Я говорю, я тоже это не сразу понял. Просто тут тоже, я даже не знаю, как тут… Получается, что этика на самом деле, у меня и раньше было это понимание, оно не зависит от того, есть Бог или нет. Вот верующий, ну скажем так, религиозность утверждает, что без Бога все позволено, да, и вся этика, ну поскольку они считают, что благо, добро и зло определяются по отношению к Богу, да, что если не будет Бога, как бы, то не будет никакой этики. Ну, известное высказывание Достоевского, что если Бога нет, то все позволено. На самом деле это не так. И вообще это высказание базируется на том, что вот отождествляется два вида добра. Добро, как благо, да, и вот высшее благо, да, там, как бытие и добро, как вот намеренность человеческой воли. На самом деле это разные вещи, и если их не отождествлять, то если Бога нет, то не все позволено все равно. Этика все равно сохраняется. Вот что проблема. То есть в этом отношении просто Достоевский неправ. Он просто ошибся. Я, кстати, тоже однажды это понял, как бы, что он ошибся, и это любопытный, любопытный момент. И вообще говоря, вот это вот различие провести было нетривиально. И вот надо и попытаться его развить. Что-то у вас вывод какой-то был, в первую очередь? Конечно. Ну, какой? Ну, определенного вывода не было. Ну, скажем так, что в христианском богословии есть определенного рода проблемы, связанные с тем, что если Бог понимается как Творец, то он необходимо понимается как Троица, и необходимо понимается его обязательное вступление в мир, как его боговоплощение, как продолжение вот этого статуса того, что он является Творцом. А раз это так, на самом деле, то проблема состоит в том, что так понимаемый Бог, он меняется во времени, когда он Бога воплощается и не развоплощается. Ведь Иисус Христос же воссел одесу на Бога. Одесу на Бога. Да, до этого была вторая ипостась, она была не телесная, она была чисто божественная до создания мира. И получилось, что Бог Троица до создания мира, и Бог Троица после воплощения, это разный Бог. Он и Бог изменился. Да, он изменился, да. Ну, Бог же не может меняться. А суть у нас возник разговор о том, меняется Бог или нет. Деется. Ну, это да, это... Деется к лучшему. Такое очень драматично, ну, в смысле, вот, канонично, вот. Не, ну, согласно как раз, я Ану Дамаскину, Бог не меняется. Классическое такое рассуждение, хорошее, хорошее, мне нравится, вот. Классическое богословское рассуждение. Да, классическое, да. Так меняется он или нет? Меняется. А вот Иоанн Дамаскин говорит, что нет. Не должен меняться. Именно поэтому, допустим... Не по-давай этому. Иоанн Дамаскин, это ранние эти отцы какой-то церкви, да? И у него еще не во всей полноте, скажем так, каноническое, не полноте каноническое. Просто тут проблема, как бы, если Бог изменяющийся, Бог, тут возникает проблема, что является ли Он Абсолютом, если Он подчинен, как бы, по этому времени, да? Значит, подчинен, по собственной воле изменился. По собственной воле изменился. Значит, у Него была... до того, как Он поменялся, Он, значит, был... имел какую-то неполноту, значит, получается, что Он может к чему-то стремиться? Нет, почему, блядь, если Он изменился, значит, Он к чему-то стремился или имел неполноту? Ну смотри, Бог есть... Он был полон в одном состоянии, и Он перешел в другое полное состояние. Это нам кажется, что это невозможно. Для Бога это возможно. Может быть, существует миллионы и сотни миллионов этих полных состояний, состояний полноты, и переходя между ними, не значит, что Он что-то теряет. Зачем ему переходить между ними, если Он может быть одновременно всеми состояниями сразу? Как Абсолют. Почему есть как бы вот разные состояния, и Он между ними переходит? Это какая-то ограниченность? Так это может нам кажется, с нашей временной точки зрения, что-то Он между ними переходит. Может, Он был одновременно всегда и Богом, который воплотился, и там, и Деснует. А воплотился Он не может быть одновременно, потому что человеческая природа телесная, она тварная, и до создания мира тварного ничего не будет. Ну, потому что ты рассуждаешь с точки зрения времени. Ты с человеком временное существо только из одной точки можешь видеть. Тебе кажется, что вот есть вот до, и есть вот после. А для существа вечного, может быть, и нет никаких до и после, все одновременно существует. Понимаешь? Тут единственное, так можно, наверное, рассуждать. Тут единственная проблема состоит просто в том, что нельзя загонять нашу человеческую логику в такие тупики и говорить о том, что мы просто чего-то понять не можем. Ну, а я предположу, если мы правда чего-то понять не можем. Не, ну, а означает ли это, что то, что мы не можем понять, соответствует тому, что мы просто Бог и иной, чем мы понимаем? Или это просто потому, что мы сами же выстраиваем эти конструкции, и сами же эти конструкции не понимаем? Потому что мне кажется, что логика такая, что человек конечен, человек сам к Богу прийти не может. Да, и человек выстраивает конструкции, и в эти конструкции втискивает свое понимание Бога. И он должен создавать такие конструкции, которые ему понятны, а не такие, которые ему непонятны. Какой смысл тогда в откровении, если то, что ему открывается, ему непонятно? Откровение только тогда осмыслено, когда на самом деле человек понимает, что ему открывается. Так, может быть, понимается, в китайском языке не знаешь, и Бог... А в смысле там чувства? Ну, вот, например, ты китайского языка не понимаешь, и кто-то тебе в откровении на китайском языке... Пришла ты в храм, а Бог к тебе на китайском угощает. Да, какой смысл-то в этом, в китайском языке, если ты его не понимаешь? Ну, люди, может быть, дело не в понимании, а в этом. Тут очень важно, на самом деле, что должно быть соответствие между тем, что откровение Богом нам дается. Конечно же, Бог больше, и, конечно же, Он абсолютен, да, Он там, бесконечен и прочее. И действительно, мы Его никакими своими конструкциями исчерпать не можем. Он трансцендентен, кроме прочего, да? Но мы всегда должны такие конструкции выставить, которые нам понятны. Иначе, пусть смысл в откровении таком, которое о чем-то говорит, а что конкретно говорит, непонятно там. Так же можно просто... Ты что-то с двух сторон идешь? С одной стороны, ты говоришь, что откровение должно быть понятное, а с другой стороны, ты говоришь, что наши конструкции должны быть понятны. Так у тебя что, наши конструкции-то есть откровение? Здесь есть такая, да, странность, на самом деле, что откровение никак не может выступить. иначе, кроме как вот, если мы заранее не приготовим какие-то конструкции, в которые оно может войти. То есть, не так получается, что Бог его берет и любое откровение дает, а мы его, как хочешь, так и понимаем. А что мы должны сначала подготовиться, что-то такое создать, сами подумать, да? То есть, подготовить богословие. И тогда вот в это богословие мы можем втиснуть какое-то откровение. Какую посадочную полосу для откровения. Два движения. Не такое движение, что мы сидим и ждем, и нам сверху сваливается. А мы сами движемся, куда хоть это самолет. Он летает, 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 ему сесть некуда. Мы раз, так, посадочную полосу, и он с откровением... На самом деле так, да. В каком-то отношении. Но здесь есть такая вот тонкость, которую в прошлый раз мы обсуждали атеизм, да? Тонкость состоящего дома. А зачем вообще-то да Бог? Ведь всегда же получится так, что мы какие-то конструкции придумаем, что-то продумаем, да? И эти конструкции окажутся всегда нашими, да? А зачем вообще предположение о том, что какое-то откровение есть? Такая позиция всегда останется, да? Всегда можно будет все свести как ризну и сказать, что просто все, что мы говорим о Боге, это не что иное, как вот гипостазирование, там, объективирование каких-то наших выдумок, да? Каких-то наших конструкций вовне. но, с другой стороны, всегда, опять же, останется и другая возможность, а именно, что мы всегда будем говорить о том, что это не просто мы выдумали, это не просто так случилось, что человеческие конструкции какие-то, да, они стали гипостазированы. гипостазированы. Она на самом деле сама суть дела такова, что только тогда божественное откровение в нас входит, когда мы готовы к нему. А готовы мы к нему, когда мы все-таки в этом направлении как-то движемся. Что-то продумываем, придумываем какие-то термины, да, придумываем какие-то отношения, придумываем и прочее. То есть, мы пытаемся это осмыслить. Осмысляя это, мы, на самом деле, получаем откровение на высоком уровне. То есть, у нас есть какое-то самое минимальное откровение, которое мы получаем в чувстве. Да, мы просто чувствуем, религиозные чувства есть. Это самое минимальное откровение. Но оно бессодержательное, кроме того, что... Почему ты считаешь, что оно так минимальное? Ну, потому что там содержания мало. Кроме того, что ты переживаешь божественное, там другого содержания нет. Я бы, например, стражду, жажду этого откровения. Минимального, с твоей точки зрения. Его нет. И никакие рассуждения и все такое, ничего мне такого откровения не дают. Ничего мне не дают эти философские рассуждения богословские. Я жажду другого откровения, которого мне дать. Ну, хорошо, да, это действительно здесь оценочная позиция, получается, что оно почему-то меньше, хуже или там... На самом деле, оценочная позиция, конечно, живет. Ну, скажем так, что вот есть откровение чувственное, да, ты как бы получаешь какую-то полноту чувства, какое-то вот религиозное переживание. Вот есть такое. Это один способ. А есть другой способ, который идет через богословие, да, через сознание, через мшение. Разные способы доступа. Они должны друг друга дополнять в идеале. Да, как вот, как мы вещь, когда воспринимаем, она дана чувственно, а мы о ней еще что-то мыслим. А еще она как-то в сознании связана с другими вещами, да, и прочее. То есть все это взаимодополнительно должно быть. И здесь также. Ну, просто отличие от Бога состоит в том, что Бог нам не дан в ощущениях, да, Бог только вот в данном виде переживания. А в переживании невозможно сам объект удержать. То есть мы просто переживаем, и это переживание как бы наше, трудно сказать, является ли это переживанием по поводу чего-то другого. Чтобы это другое было, оно должно как-то удержаться. А другое это может удержаться, допустим, как некая мысль, да, как некое понятие, да, вот как мы говорили. Но понятие это тоже недостаточно, на самом деле. Потому что понятие, тут в богословии мышления, там проблема состоит, что не отделить сам объект от способа доступа к нему. Я вот тоже эту проблему мы обсуждали. Поэтому лучше всего, чтобы Бог абсолют был бы удержан как какой-то модус, мы говорили не модус, мы говорили место, да, тропос. Мы говорили тропос в сознании. Топос. Топос, топос, топос. Тропос это способ. Тропос это способ. Это тропики, тропическое место. Ну, тропос. Есть тропос, есть топос. Вот топос в сознании, да, вот когда он в топос в сознании, мы к нему можем с помощью мышления подобраться, с помощью переживания подобраться. То есть у нас он будет сохранять, вот будет, как бы сказать, вот некая интенсивность бытия сохранять свое. И эта интенсивность просто, она будет по-разному проявлять себя, если, как ты, смотря от способа, каким ты к нему будешь подходить. Если ты, например, жаждаешься переживания, вот. Это один способ. Кто-то хочет богословие, допустим, мышление. Кто-то ищущие, кто-то хочет просто, допустим, присутствие. Это присутствие, на самом деле, это не переживание, это сознание. Чувствия, ощущение присутствия, почему это? Это просто, это одновременное сознание и интенсивные переживания. Очень интенсивные. Мне, честно говоря, этого хватило бы тоже. Ну, присутствие, конечно, переживания тоже, наверное, бывает, но просто бывает присутствие без переживаний. Ну, как-то такое бывает. Присутствие Бога без переживаний. Ну, знаешь, когда говорят, есть такой, как бы, пример, когда времени вдруг нет. То есть человек ощущает, что он, как бы, вне времени оказался. Потому что переживание, оно всегда во времени. Ты переживаешь, и в этом переживании всегда временность присутствует. Потому что переживание, собственно, это и есть время внутреннее. Именно мы отмечаем наше внутреннее время переживаниями. Если бурно переживаешь, то время как бы бурно идет. Если переживания медленные, заторможенные, то время как бы останавливается. Но это можно, опять же, из примера из очереди. В очереди стоишь, и там время тянется. А если, допустим, какая-то там бурная у тебя, не знаю, там, жизнь какая-то там творческая, да, допустим, или там бурная жизнь там личная, там, любовь какая-нибудь, то время быстро летит, да. Как говорят там, влюбленные еще там времен не замечают, как говорится. Часов не наблюдают. Часов не наблюдают, да. Продолжение следует...